Удачи его периода работы ознаменованы мощным всплеском развития культуры Республики. Это театральные спектакли Борисова, которым рукоплескал весь мир. Это большая литературная премия, объединившая усилия интеллектуальной литературной экономической России в обозначении знаковых имен современной российской литературы. Присвоение Олон-Хо статуса шедевра нематериального культурного наследия человечества тоже было успешным проектом его времени правления. У нас в гостях Вячеслав Анатольевич Штуров. Есть такая легенда о вашем отце, контр-адмирале флота Анатолии Штурове, который во время американского учения смог так затаиться на дне океана и оставил экипаж военных живыми. Хотелось бы о вашем отце услышать. Мой отец человек, как говорится, своего времени, своего поколения. Он родился в 1929 году в Саратовской области. Но понятно, что время это было очень сложное. Помните, значит, 30-е годы это и голод по Волжье, и вообще жизнь сама такая достаточно бедная. И он очень рано остался, значит, без отца, и поэтому, ну, фактически их вдвоем воспитывала, ну, моя бабушка, значит, мама моего отца, потому что у него была старшая сестраща. Они жили в небольшом домике, значит, в городе Петровске. Но Петровск впоследствии стал таким довольно крупным промышленным центром. А до этого это было такое, значит, место, которое было основано еще Петром Первым, как один из элементов засечной полосы нашей границы, южной границы России. И, скажем так, это типично такая служивая населенный пункт, где, значит, жили люди, которые охраняли границу, и одновременно занимались там сельским хозяйством. В общем, такой город Мещанский. Николай Васильевич Гоголь, когда путешествовал по России, останавливался в Петровске. Значит, там он прожил несколько дней, и события, которые он там узнал, людей, которые увидел, послушали. Потом в его сатирийской повести «Ревизор», помните? Наших листаков и там все остальное прочее. Особенно тяжелое было положение, конечно, в годы Великой Отечественной войны. Да, были поручик, и мы молодыми, И наши сердца обжигала война. Но мы выходили из боя седыми, И честь сохранив и свои имена. Мы были врагами, Мы не были братьями, Но даже скрываясь в неласковой мгле, Не слали мы оба хулу и проклятия Крестами могил освященной земле. Безжалостных шипках Мы знали одно, за спиною отчизна, Она ведь одна, и твоя, и моя. Мы знали одно, за спиною держава, Которой давали присягу свою. Уже ли не воссчувствуем памятью ржавой, Как снова о ей волки Песнь смерти поют? Мы знали одно, За спиною держава, Которой давали присягу свою. Служили России великой, России твоей, Но еще и моей. Давай без щенов И немножко остынем. Я был адмирал, Ты потомственный князь, А нам суждено умереть на чужбине, Ведь родина наша от нас отреклась. У отца, видимо, была склонность к какому-то литературному, что ли, творчеству, Хотя он был способный во многих направлениях, Как и многие тогда люди, Выходцы из народа, В общем-то, потом стали и конструкторами, И учеными, и писателями. И, видимо, система образования, Система, что ли, устремлений людей, Общий такой порыв в стране, Он способствовал тому, Что люди стремились к знаниям. Но у него было, Помимо таких технических, что ли, знаний, Еще и такая тяга, наверное, Какого-то литературного творчества, Потому что самые-самые первые стихи, Вот у меня есть еще, Так сохранились они. Он написал, ну, наверное, Еще в самом начале школы. В 1944 году, Маме было чрезвычайно сложно, Значит, с детьми маленькими, Значит, без отца, И он, будем говорить, Такое вел, значит, Ну, как говорят, полу-беспризорник. И поэтому поступил в Горьковское Военно-морское училище подготовительное, Куда брали вот таких как раз людей. Он его закончил и стал, значит, Военным моряком, Потому что после окончания училища Его отправили учиться на Дальний Восток, Афтихианское высшее военно-морское училище. Он его закончил, значит, И отправился служить на Камчатку, Стал подводником. Прошел все ступени, которые положены, Стал командиром подводной лодки. Командиры же все были тогда молодые очень. Был такой разгар холодной войны, Карибский кризис. Ему приходилось вместе с будущим, Ну, дублером командиры подводной лодки, Их подвое было отправлять, Значит, находиться таких на боевых позициях, Значит, будем говорить, В Токийском заливе прямо, Значит, в ожидании каких-то команд. Мир стоял на грани ядерной войны И ядерное оружие на борту. Значит, а... После этого холодная война ведь не прекращалась, И она имела очень много грани, Значит, и идеологическая война, И экономическая война, И борьба за укрепление своих военных позиций, В том числе на море. А особенностью наших вооруженных сил Всегда было то, Что у нас очень были сильные сухопутные войска, Потом появились ракетные, авиации и так далее. А все-таки в военно-морском флоте Мы очень сильно отставали от Соединенных Штатов Америки. А с появлением авианосных, ударных групп и так далее, Это стало такой очень важной реальной угрозой, Значит, для... Ну, обороноспособности страны. И поэтому такая была очень важная задача, Значит, все-таки выйти нашему флоту в океан. Атомные подводные лодки, Значит, только еще проектировались, А главные ударные силы, Ну и начали входить в строй, А главные ударные силы были дизельные подводные лодки, Которые были, в общем-то, запроектированы Для таких прибрежных боевых действий, Но стояла задача выйти в океан. Если на карту посмотреть, Между Южной Кореей и Японией Существует так называемый Сусимский пролив. Значит, он дает выход В Восточное Китайское море, Потом Южное Китайское море, Потом Тихий океан вокруг Японии, Главным военно-морским базам Соединенных Штатов Америки, Которые находились вот на островах Окинава, Там и так далее, Которые мы знаем, значит, По прессе, информации. Но стояла задача, Как же нашим подводным лодкам, Которым находится, Главная военно-морская база, Это Владивосток, Со всех сторон закрыт, Значит, только через Курильевские острова Можно пройти. А как попасть в Южные, значит, моря, Потому что там находится, Вероятный противник, Там находятся его главные базы и так далее. И вот наши подводные лодки, значит, Пытались форсировать вот этот вот Сусимский пролив. Это не всегда удавалось, значит, За всю историю, вот 60-х годов, Начало 60-х годов только три лодки смогли пройти. И остальные все, так или иначе, Были обнаружены американцами, Их или заставили всплывать, Или сам факт обнаружения уже назначал, Что поход надо прекращать, Потому что, ну, бесполезно и так далее. Вот в один из таких походов Отправили, значит, моего отца, Как раз задача форсировать этот Сусимский пролив, И выйти в район учений Американского флота, Который проходили, Очень большие учения, Значит, уже в Тихом океане. Надо было три моря миновать, И туда подойти, И по возможности, значит, Наблюдать за ходом действий, И все остальное прочее. Ну, очень сложный, значит, Этот поход был, И им удалось все-таки Сминовать этот пролив, Хотя он все время контролировался Японцами и южнокорейцами, Ближайшими союзниками американцев. Там считалось, что Никто не пройдет, Ну, только три наши лодки До этого проходили, Американцы об этом не знали. Ну, четвертое. Ну, и, конечно, Как бы удалось им выйти В этот район учений, Значит, но, К сожалению, Американцы их обнаружили. Значит, В то время наши лодки Еще не были Достаточно совершенными, И их могли определить Гидроакустическими способами По шумам И все остальное прочее. Обнаружили, И, А тогда Были правила Очень такие жесткие. Значит, Никто не имел права Вмешиваться в ход учения И так далее. Любой объект, Который там появлялся, Они даже не разбирались, Кто это такие. Значит, И поэтому они Обнаружили, Сбросили несколько глубинных бомб. Значит, И, Видимо, Посчитали дело сделанным. Тем более, Что на подводной лодке Есть два корпуса, Как бы, Внаруженный и внутренний Между ними. Там еще есть топливные Бахи там И так далее. Этот корпус лопнул. Лодка Значит, Находилась Еле-еле в плывчем состоянии. Значит, Наверх не только. Они по гидроакустическим признакам Решили, Что лодка уничтожена, Но еще и Потому что Всплыв на поверхность Большое пятно мазота. Доложили К себе По каналам связи О том, Что все же. Наши, между прочим, Средствами радиоэлектронной разведки Тоже это Значит, Узнали об этом. Но и считалось, Что все. Вопрос закончен. Ну, им удалось Остаться в живых И двинуться домой. Но поскольку Поскольку лодке Было непрерывно Необходимо Время от времени Всплывать Для того, Чтобы пополнить батареи И так далее Тогда не было Таких вот Систем регенерации Как сейчас есть Когда воздух Вырабатывал В самой лодке Значит, Батареи заряжать И все остальное И поэтому Они вынуждены были На небольшой глубине Перископной И опять Оказались В самом эпицентре Учения Значит, Это все Сумели Значит, Наблюдать В том числе На Перископном Варианте Зафиксировать Значит, И в конечном итоге Скрытно Уйти И вернуться домой Спустя Несколько суток После того, Как По плану Был приход И, конечно же Это было Такое Очень большое Событие У меня У меня Так Память Осталось У нас Дома Прошли Друзья Такие Отцовские Старые По На учебе И по Работе Когда Стало ясно Что лодка Наверное Не вернется И Значит, Они О чем-то Долго С мамой Разговаривали Значит, Как-то Я помню Она была Вообще Ну Считалось Что все Значит Ну вот Это такой Очень известный Поход Знаменитый Такой Который Вошел И Описан И военно-морской Флот И вот Непосредственно Служба На кораблях Как и в авиации Она же Требует Предельных Перегрузок Организмов Поэтому Достаточно Командиры лодок Больше 35-6 лет Они уже Значит Переходят На другую службу Ну и он Вот стал Значит Другая стезя У него Была Разведка И он Заместитель Начальника Разведки Хианского Флота И Заместитель Там Командующего Камчатской Флотилии Как бы Уже стал Адмиралом И занимался Другими вещами И там Тоже было Очень много Интересного Значит Ну вот Он не оставлял Всю жизнь Своего Литературного Творчества Все это было Так Знаете В стол Вот А потом уже Вот Когда Ушел в запас И долю львиную Это алого Билет храню С пожарич Сталинградчины Нет За наградой Не бегу Но мы стояли В час Назначенный Спиной Тебе Лицом К врагу И долг Сыновней Тем Оплаченный И слаб И беден Мой язык В нем Нет громов Тона Приглушены Там За стеной Жандармов Зык В стене Я всегда думаю Что если бы Вот судьба Вот так она повернулась Значит Человек стал моряком Ни сном Ни духом Ну где эти степи Значит Саратовские И где море Возможно Если бы по-другому Была судьба Может быть он стал И писателем И литератором Хотя пути Господня Неисповедим А может быть Просто Обыватель Крестьянина На земле Как были Его там Деды И так далее Поэтому Значит Вот такая судьба Естественно В вашей судьбе Его влияние на вас Было большое Да? Так как сейчас Там Воспитанием детей Жене занимались Значит По доктору Споку Вспомните Был такой модный Там книжки Как надо воспитывать Детей Как с ними разговаривать Тогда это все Значит Жизнь несла Куда-то своим потоком И Как бы Ну представьте себе Вот мои родители Отец Война Мария Значит Постоянно Переводят С места на место Плавание по месяцу Там автономное По 40 дней Там и так далее И так далее Значит Занятость Это бесконечная Значит Мама Геолог Значит Она тоже Бывала В экспедициях И все остальное И в очередную часть детства Я просто в деревне провел Родители Моей мамы В Приморском крае Значит Мама По материнской линии Ведь Мои предки Это один из Одни из самых таких Первых жителей Дальнего Востока Мой прадед Уже родился В Приморском крае В 19 веке Уже родился Мой прадед Значит Так А его Как бы родители Приехали И родители Прабабушки Они приехали С Украины Значит Не хватало земли Совершенно не хватало земли Поэтому Поэтому Либо добровольно Либо бросали жребий Значит Кому надо ехать На новые земли И так далее И Значит Они жили Как бы Вот В селе Хароль Сейчас это большое село Там Район и центр Значит Значит И Значительную часть Времени Значит Я там прожил И брат мой Потому что Семья большая Там было У бабушки Семь детей Ну и Я восьмой Там Как бы Такая чисто Сельская жизнь И я бы не сказал Что вот Меня там воспитывают Иди туда Делай То А скорее Сама жизнь И Как бы Вот отношения Значит В семье Отношения к жизни Отношения К людям Отношения между собой Это Влияет на человека И Отец Скорее Незримо присутствовал Большую часть Моей жизни Какой-то образец Который Ну для меня Оказался Таким Незастяжимым Идеалом Куда я должен Стремиться Я всегда думал А как он К этому отнесется И так далее Но с другой стороны Я очень люблю Историю Географию Такие гуманитарные Хотя я инженер Вот И Не чувствую Всяким разом Точным наукам И Все остальное Но в принципе Значит Это мое Как бы хобби Любовь такая Я Думаю Вот почему Ну это тоже Оттуда Из глубокого Глубого детства Представьте В деревне В селе Мне повезло В жизни Я еще застал В живых И прадеда И прабабушку Жил у дедушки Бабушка Я еще часто У них бывал И вот В приморском крае Да Прадед Мне вот Рассказывал Значит Особенно зимой Там на печке Приехали они Оттуда Вот как Они Как возникло Это село Что там Находится За сопкой Значит Какое там Другое село Что там За люди живут Мне это Чрезвычайно Интересно Тут заложен Был тогда Интересно Понимаете И мне все время Всю жизнь Мне приселило Такое чувство Что вот Если я вижу сопку Мне обязательно Надо будет Заглянуть Что там Такое Что там Вот обязательно Надо куда-то двигаться Смотреть Какие-то впечатления И так далее Сейчас По прошествии лет Я думаю Что Понимаете Мне так кажется Мы живем В совсем другом мире Это другая страна Это другие люди Совершенно Другая система Отношений Другая система Понятия Вот Как будто бы Свалился Откуда-то Это Вот Уходят Те Наши Предыдущие Поколения И Нельзя сказать Что сейчас Прогрессивные Лучшие И так далее Многое тогда было Значит Более правильное В том числе Наверное В способах Воздействия Воспитания Людей Я бы сказал Так Поэтому Так Чтобы Вот Сленоправно Мне говорили Вот тебе Линия По ней Ты иди И мы будем Смотреть Значит Это хорошо Это плохо Никто на эту тему Со мной не разговаривал Это Само собой Получилось А не как бы Пример Вот Я бы так думал Самые яркие Воспоминания Детства Очень много Разных событий И вообще Я считаю Своё детство Абсолютно счастливым Я думаю Что моё детство Было значительно Более счастливое Чем У моих детей И моих внуков Оно Совсем Не было Таких возможностей Как сейчас Но зато Было очень много Такого Другого Что ли Ну например Вот я вижу Что Какое-то Отчуждение Даже в школе Сейчас есть Между собой Там ребята Значит Раньше же Мы класс Это одна семья Значит У меня до сих пор Самые лучшие друзья Там И школа И так далее И так далее Значит Военно-спортивная игра Значит Это Соревнования Всевозможные Значит Как бы Всё такое скудное Футбол Команда Детей Выходит У нас Никакого унитаря Нет Мы футболка А взрослая команда Руковод засучная Она по колено Значит Но тем не менее Я считаю Что это Очень такое Счастливое время Конечно С родителями Очень много Значит Связано Таких вот Счастливых Воспоминаний И Значит Ну мама Понятно Это самое такое Близкое Дорогое Значит В жизни Друг мой Желанный Вина Мне налей Завтра Мне Море Ти Ты обо мне Я прошу Не жалей Подолгу Ты Не грусти Завтра Вне Ладость моя Вспомни Я Смерть встречал И не раз Знаешь Что я Устоял Ты не печалься Все бури Уйдут Любую Твою Беду Сильной Рукой От тебя Отведу В дом Я Родной Приду Если Если Сорвется В далеком Краю С неба Моя Звезда Вспомни Любимую Песню Мою Я ее Пел Всегда Ты Позови Моих Лучших Друзей Горькие Плечи Расправь Песню Им Спой А в тарелке Моей Волный Стакан Поставь Черных Одежд Не наденешь Жена Жди Через Буря И тьмы Это Совсем Ничего Что Война Верь Возвратимся Что касается Вот Отца И Системы Воспитания Я просто Один случай Расскажу Он такой Не патетический А такой Бытовой Вот Прихожу я Один раз Из школы Значит Я Мы уже Жили Я учился уже В Владивостоке Значит Это значит В классе Так В шестом Или в седьмом Потому что Пять классов Я выкончал В деревне В селе И Как бы Ну Сначала Переезд В город Для меня Конечно Так Довольно Трудно Было Адаптироваться Очень трудно Совсем Другое Дело Но потом Постепенно Вот Мы Сдружились Значит Общие интересы И вот Такой Осенний день Значит Я должен сказать Что Там На Дальнем Востоке Самое лучшее время года Это осень Потому что Лето такое Пасмурное Зимы Никакой Нет Ветры Холодно Ветры Из Якутии Приходят Снега Нет И так далее Вот Значит Очень голубое небо Прекрасное настроение Вот Друзья мои Уже Собрались Там Значит Сейчас будет У нас Матч Заранее договоренный Футбольный Там Соседняя школа И так далее Значит Я У меня на шее Знаете Ключ Все От дома Ну Панельные дома Начинаем Значит Как бы Ключ Английский Такой Защелка Как у Буратино Вот Я подхожу К своей Квартире Не чтобы Открыть И я Разгоняюсь Бум Ногой Она открывает Снася Вот жизнь Была Заходи И никто Ничего не боялся Раз Это Самое Значит Портифель На пол Значит Дневник Летит Вверх Там Еще Где-то Мои Там Эти самые Принадлежности Кеды Там И все Остальное Прочее И вдруг Что-то Тут Не то Я чувствую Вся Квартира Ага Дверь На кухню Закрыта Значит Так И оттуда Отец Выходит Думаю Как он мог Здесь оказаться Он же Обычно Допоздна Досглубокого Поздна А оказывается Значит Приехал Мой Двоюрный Дед И они там Сидят на кухне И ну И выпивают Значит Так Так Говорит Вверх Ну-ка Вячеслав Привет Привет Давно Я тебя не видел Как ты в школе-то учишься Да вроде Ничего А сам думаю Ёлки-палки А там же Дневники Написано Что-то на родительское Собрание Значит Так Я же Хотел сказать Вернее В школе-то Сказал Что никого Не будет Потому что Мама на работе Отец На работе Мне когда Ну что делать Вот она Этот дневник Я Поднимаю Даю Просчитал Мой Дворный Дед Ну что Анатолий Подавай Надо сходить И они Отправились В школу Я себе Места Нахожу Думаю Что же Там Они На габаре Там И так Далее И так Далее Как бы Думаю Скорее бы Мама Пришла Наконец Они вернулись Вернулись Так Соррово На меня Посмотрели Раз Опять Заходят На кухню Сели Значит Второе Там Достали Это свое Значит И говорят Вячеслав Иди-ка сюда Я захожу Отец Говорит Да Говорит Вячеслав Не ожидала Тебя Что же Это Говорит У тебя По химии Так Слабо Это Очень важный Предмет Двоюродный Дядя Коля Говорит Да не только По химии Ты Оказывается Ведешь Себя Это Не важно Ты Давай Иди Мы С тобой Потом Поговорим Я Пошел В недоумении Полном Думаю Ну что же Такое Какая Может быть Химия Мы еще Не проходим Химии Значит И все Они ничего Больше Мне не сказали И так День закончился Туда Сюда И все Молчок Смотри Говорят Ну я И спустя Много Много Лет Понимаете Я уже Школу Закончил Я Узнал Что Произошло Они Прошли В класс В школу Сели И сидят Собрание Идет 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 Учитель Говорит Ну ладно Давайте Все Расходите Все Собрание Закончено Про всех Там Характеризовали Ну все Уходят Они А как же Так А про Наш Почему Ничего Не сказано Учительница А кто У вас Они говорят Ну Штыров Вячеслав Да Как же Ёлки-палки Это же Шестое В Вернее Вы даже На собрании Находите Восьмому А он же В шестом В Учится Ну представьте Себе Мы говорим Насчет Воспитания Вообще Не молчок Понимаешь Вот в этом Я это Спустя Много Лет Только узнал Об этом Это Как раз И говорит Ох Воспитательных Качествах Правильно Они Пришли Скажут Ты такой Сякой Дел Химик Вот же Понимаете Довольно Плотно Мы с отцом Уже стали Копчаться Когда я уже Наверное Учился На старших Курсах Института Редко Но бывало Так что С работы Довольно Поздно Приходил В этом Штабе Техианского Флота Ну и Ну Надо было Пройти Подышать И мы Приспособились По набережной Ходить Очень много Для себя Нового Узнал Очень много Интересного Он так Говорил О жизни О людях Особенно О Военно-политической Обстановке О таких Делах Для меня Это знаете Как это Вот как раньше В Древней Греции Было такие Гимназии Вот они ходили Там Беседовали С Платоном Или Сократом Для меня Примерно Из этого Ряда Когда Я уже Закончил Институт Стал вопрос Распределения На моем потоке Ну поток Вы знаете Там Дальневосточный Политехнический Институт Я заканчивал Строительный факультет Вот На строительном Факультете Было 5 групп И мы заканчивали Там Ну 110 человек Ну Стал вопрос Распределения Значит Ну все ребята Конечно Все ребята Хотели остаться Значит Приморье И не просто Приморье А Владивостоке Или в крайнем случае Там очень популярно В те годы Было Несколько таких Поселков Приморском крае Там Дальнеговарск И так далее Которые развивались В то время Что-то там Стройки были большие А я Значит В принципе Я институт Закончил неплохо В общем Из этих 110 человек Я был 11 То есть Фактически Выбирай Что хочешь Владивосток Хабаровск Свердловск По распределениям Ну я вот Выбрал Велюй Гастрой На Чикуте Велюй Гастрой И никто В это не верил Мои однокурсники Думали Ну наверное Что-то здесь не то Не может быть Наверное Он это И не поедет туда Ну я вот Выбрал Велюй Гастрой На распределение Мне этот проект Говорит Да Это Угрим река Ты понимаешь Зачем И чего То есть Конечно Понимаю Это моя родина Я туда и поеду Значит И вот Я уехал До спору У меня в памяти Стоят родители Которые Ну как бы В аэропорту уже Значит Меня провожают Значит И все И жизнь Началась сначала Совершенно сначала Значит Вот Такие дела А вы родились И до Какого рода Нет Я родился И В мае А в июле За мной отец же приехал А уже все Месяц только Да Да Потому что Он был на Камчатке А мама была В экспедиции Значит На Дыбинском участке Ну она собственно говоря Была в Дальстрой В Дальстрой Был в Магадане Значит так И У нее было распределение В Дальстрой НКВД Муж Офицер Значит По идее Надо было К мужу ехать Ну ничего подобного Сказали Там Потом разберемся Поедешь Значит Принесли билет Пришел лейтенант Принес билет И сказал Вот явиться Значит В Магадан В какое-то время Там Нужны Специалисты Ну вот Она поехала В Магадан Тогда Значительная часть Территории Якутии Она В производственном отношении Не В административно-политическом А в производственном отношении Подчинялась В Дальстрой То есть Предприятия Дальстрой Были На значительной территории Якутии Была как раз У них Партия И Дебинский участок Это там Где сейчас Месторождение Верхнеменкичи Они занимались Разведкой Этого месторождения Там Полиметаллического Это неподалеку От Нижданинки Тампонский район Ну и Пришло время Ее рожать И Ее Отправили в Хандыку Оттуда Значит Сначала На оленях До дороги Тогда уже Магданская трасса Существовала Ну конечно Не в таком виде Как сейчас Значит А там уже Вот была организация Раньше Значит Там уже Сдала ее машина На дороге Ну представьте себе Вообще Николай не двора Вот Железная была Дисциплина Организация И все остальное Прочее Значит Да Она говорит Даже маме Что Когда стал вопрос О том Что Я должен там родиться Они даже На этот Дебинский участок Значит Где-то там Закупили В Амиконском Улусе Коров И туда Перевезли Думая Да Чтобы кормить Впоследствии Но когда В Хандыке Родился Значит Вроде все было Нормально А потом У нее были Проблемы Со здоровьем Там В общем Сепсис Там Еще чего-то Ну и Отцу сообщили Что вот Надо срочно Приезжать Потому что Значит Ну тяжело Такое состояние И вот Он поехал Оттуда Отпросился Там на службе Значит Взял с собой Чемоданчик В котором Были Значит Сигареты И спички Пистолет В военно-морской форме Отправился Значит Ну Меня забирать А как Попасть туда Вот он На самолете Из Петербурга Камчатского Пролетел В Магадан А дальше А дальше Выяснилось Что Самолеты Можно попасть На самолете В теплый ключ Значит Но эти самолеты Не летают Как бы В рейсовом порядке А вот если Экспедиция заказывает То они полетят Когда В ближайшее время На неизвестно Когда И тогда Ему ничего Не осталось Сделать Он На попутных Машинах Отправился Туда За мной Из Магадана Значит Вот В Хандыгу Это был 1953 год Значит Лето Помните Холодное лето 1953 года Как раз Там Амнистия Ну Как он описывает Тогда В Магадане Ночью Вообще Народу нет И даже Здание милиции Открыто Двери на стыж Почему Потому что Они считали Что Все равно Возможно Эти Нападения Перестрелки Поэтому Все открывали Значит Чтобы там Не подождение Сломали Но там Никакой Ни документации Ни оружия Вот Такие Банны Даже Орудия Вот Он Написывает Это Все На самом деле Есть же Поезд У него Путешествия В страну Колыма Девять Суток Пришлось Там Добираться На попутных Машинах На попутных Службы Первые годы Хватил И тоски И сполна Камчатка Подлодка Походы В далеком Дальстрое Моя жена Все Тает Мой Замок Иллюзии Мечтанием Казалось Конец И вдруг Как огонь Телеграмма Теперь Я Счастливый Отец Решение Выбор Недолг Дела И моря Под замок Но Долго Якутский Поселок Найти Я на карте Не мог Сугрю Мой Колымской Столицы Я начал За сыном Вояж Не зная В какую Землицу Ведет Незнакомый Вираж Там Не было Стрелок Маршрутных Но Мне Указующий Перст Помог Пустяки На попутных Всего лишь Две Тысячи Верст И через Девять суток Вот он Прибыл Туда В Хандагу Значит Забрал Нас С мамой И Обратно Насколько Я понимаю Они уже На Да как бы Не на автобусе Приехали Представляете А потом Уже На самолете Как бы У него Было такое Что надо Срочно Срочно Потому что Его там Переводили С Камчатки В Баку Там Принимать Новую подводную Лодку Перегонять Вокруг Света Туда Обратно Значит В общем Такие дела Моя мама Очень хорошо Вышивала И У нас Всегда Висела Такая Картина Вышивка Все время Спрашивала Что это такое Она мне говорит Ну это же твоя родина Вот ты Где родился Там действительно Это место Значит И Горы И плата И там Где это все Я все время Расспрашивал Ну где же я родился Хотелось хоть Ну посмотреть Что ли Ну когда я уезжал Конечно Родители были Не в восторге А мама Вообще там Плакала Неделю Дум говорит Ну что сделать Тебя видимо Гены тянут Ты где родился Туда Видимо так Получается Ну вот Я уехал В Великогостроя И там Меня отправили Я приехал В Мирный И Мне сказали Что Великогостроя Сама контора Управления Находится В Удачном Ну тогда Называлось Поселок Надежный Между прочим Это сейчас Город Удачный Значит И Вот я отправился Туда И мне А там В часовой Даром Комсомольской Строй Горно-падельный Кабинат Удачный Значит Ну и я Остался И с тех пор Как бы Судьба моя Прям Ну как бы Предобрена была Там Мощная работа Там я Начал работать Жил в общежитии В общаге Значит В комнате Четыре человека Там Такое Рабочее Общежитие Значит Мастером На стройке Ну как-то Интересно Сложилось В жизни Ну если Не считать Вот выборные Должности Как я был Избран Там Президентом Малроса Или там Потом Президентом Республики Самое большое Количество Времени Которое я провел В какой-то Одной должности Самая первая Должность На стройке Мастером Я долго Работал Мастером Еще у меня Как-то Не получалось То То И это То Как-то Десятый Значит Ну А Как говорил Мой один Там Друг Уже Новый Там Который У меня Там Появился Да Тебе Тяжело Тут приходится Ну ничего Говорит Наверное Потом Будет Лучше Ну действительно Потом И Мне очень Радость Работать Очень Отличный Коллектив Прямо Знаете Ну вот Как оно Есть Как оно Что-ли Было В идеале Вот В этих Фильмах Там Девчата Или там Еще что-ли Вот Примерно Такая Очень Хорошая Обстановка Люди Молодежь Ребята Работа Там Круглые Сутки Надо С головой Захватывать Тяжелые Условия Были Конечно В те годы Как-то Морозы Были Очень Сильно У нас Там Стояло И за 50 Груза Надо укладывать бетон Вот уже Надо сдавать Эти Фабрику Там Надо сдавать Это городские Объекты Там Такая Круговерх Ну такое И романтика И Жизнь Просто Интересная Это Одно Из таких Счастливых Моментов В моей жизни И оно Во многом Предобрело Мое Союз Редактор субтитров